Всем привет, с вами Олег Лейман на канале Найди свой рецепт. Друзья, я сегодня вам покажу одно из моих любимых блюд, это жареная курица с подливом. Блюдо очень простое, чем оно мне нравится, тем что сильно заморачиваться не надо. Я все продемонстрирую, все принципы покажу. Жил как-то в хостеле, там времени нет особо, ну как в общаге, да, живете, то есть там людей много на кухне, охота по-быстрому сделать, уйти. Блюдо очень сытное, так же вот и дома готовлю ребятишкам, жене. И вообще, если у вас жена есть, то можно разгрузить ее, да, она постоянно на кухне, и можно как-то порадовать, быстренько приготовить. Получается сытно, вкусно и очень просто. Самое интересное, что действительно простое блюдо. Но есть некоторые принципы, которые важно соблюдать, и я их все покажу в данном видео. Один из самых главных цинусов вообще и вкусов здесь будет соус. Я тоже продемонстрирую, как делать соус, поэтому смотрите обязательно до конца. Друзья, так давайте начнем. Первое, что начинаем делать, начинаем нарезать грудку. У нас куриная грудка здесь где-то около килограмм двести. Вообще, в принципе, не так много блюд мне нравится, где есть вот это вот мясо, да, белое мясо. Во многих блюд оно суховатое, да, получается. Здесь мне очень нравится, да, как оно получается. Оно, вот курица с подливом в смысле, да, жареная. Оно не получается сухое, то есть оно получается как надо. Первое, что делаем, нарезаем. Режем вот такими частями. Ножик должен быть хорошо наточен. Кожу не обязательно снимать, я не снимаю кожу. Кто-то снимает кожу для того, чтобы, ну, говорят о том, что там подкожный жир. Тут действительно есть подкожный жир, он очень вкусный, мне он нравится, да. Многие говорят, что вот подкожный жир, он там, он вреден и так далее. Какой вы, боже мой, успокойтесь, да, какой там подкожный жир может быть вредный? Какой тут жир? Посмотрите, тут жирок, да, не жир, я бы сказал. Кусочки не должны быть сильно мелкие, да, то есть они, потому что курица маленько ужаривается, и надо, чтобы все-таки мы ее чувствовали, да, когда кушаем. Поэтому кусочки не должны быть сильно мелкие. И нож очень важно, чтобы он был остро наточен. Очень неприятно работать с инструментом, который не работает. У нас нож очень хорошо наточен. Так, нож. Хрящики даже перерезает. Так, режем курицу. Друзья, нарезали курицу вот такими вот кусочками, я показывал, да, уже какими. Сейчас делаем очень важный компонент, его нужно обязательно сделать, это маринад для курицы. Соевый соус где-то здесь понадобится нам грамм где-то 20 приблизительно. Наливаем соевый соус. Затем подсолнечное масло, также грамм 20, можно даже чуть больше, 30, да, налить подсолнечное. И вдавливаем лимон. Лимончик, он размягчает мясо, вообще хороший такой эффект дает. Я стараюсь, когда мясо делать, если вы заметили, да, всегда использую лимон. Так, выдавливаем лимон. После того, как выдавили лимон, добавляем немножко соли. Соли где-то столовая, не столовая, а чайная ложечка, да, ну то есть без горки, видите, да. Соли затем, что нам понадобится здесь. Так, нам понадобится перец с горошком. Перец с горошком это лучше, чем такой перец, который в пакетиках, да, потому что он лучше раскрывает вкус мяса. Перца можно по вкусу добавлять. То есть, смотрите сами, я люблю остренько, поэтому я где-то здесь половину чайной ложечки всегда накрошу. Затем все это размешали тщательно, чтобы все ингредиенты между собой распределились равномерно. Затем заливаем нашу курицу. Позже можно будет перемешать, я покажу как прямо рукой, но до этого нам надо будет еще нарезать лучка. Друзья, показываю, да, объясняю, потому что многие ребятишки смотрят и люди, которые не особо, да, там часто готовят. Лук удобно резать, оставляйте вот этот хвостик. Показываю, как резать лук, да. Разрезали пополам лук, затем кладем на доску, придерживаем и режем. Хвостик мы для чего, друзья, оставили? Для того, чтобы за него держаться. В конце держим за хвостик и вырезаем, очень удобно. Нарезали лук, дальше, в принципе, его можно не резать, а как бы вот так расслоить его. И добавить в маринад. Лук просто так не прощает, когда его режут, поэтому всегда глаза, по крайней мере, мне ест. Но ничего страшного. Следующее, друзья, берем помидор. Он может быть переспелый, не обязательно, может быть мягкий, да, не обязательно спелый помидор. Глазок у него убираем. Заднюю часть. Потому что она невкусная, горькая. Разрезаем пополам помидор. У нас он такой переспевший, прям повторюсь. И сок весь выжимаем в маринад. То, что осталось, у нас шкурка, можно это все мелко нарезать. Нарезали помидор до конца, да, да, резали его. Высыпали в маринад. Сейчас маринад можно прямо рукой хорошо размешать, чтобы все равномерно распределилось. Друзья, обращаю ваше внимание, да, что маринад должен, мясо должно постоять в маринаде где-то около часа. То есть минут 40 минимум. Пока у нас будет стоять мясо, мы сделаем гарнир. Гарнир может быть абсолютно любой. Вы можете взять лапшу, да, приготовить. Толченую картошку можно сделать. Можно вот мы в данном случае, да, гречку поставили варить. То есть у нас уже варится гречка, готовится. Гречневая крупа очень полезная, она мне нравится на вкус, поэтому сегодня мы решили сделать гречку. Так, все. Сейчас можно даже сделать, вообще я делаю обычно под прессом, да, ставлю, чтобы там все равномерно пропиталось. То есть накрыли тарелочкой и каким-то прессом придавили. У нас это будет банка с водой, мы просто поставим сюда банку с водой. Друзья, прошло необходимое время. Маринад видно уже, я снимаю. Да, во-первых, чувствую запах, да, аромат очень вкусный идет. Сочетание всех вот этих ингредиентов, которые были добавлены в мясо, да, как я вам показывал, они дают свой эффект. То есть очень вкусный аромат. И видно, что мясо поменяло свой цвет. За счет соевого соуса, за счет уксуса, да, оно поменяло свой цвет. Вернее, не уксус, да, уксус мы не добавляли, а вот лук в сочетании с помидоркой, он дает маленькая оттенка уксуса, запаха, аромата. То есть наше мясо готово, сейчас мы что делаем? Вы помните, я уже показывал, да, ну когда я показывал, в смысле вы помните, там есть растительное масло подсолнечное. Его не нужно много в сковородку. Элементарно немножко добавить в сковородку подсолнечное масло, разлить, да, по дну. И можно выкладывать мясо. Вообще сковородку лучше брать с толстым дном, который не быстро остывает, на который можно жарить хорошо, да, чтобы температура подогревала мясо хорошо, не быстро остывала сковородка. То есть выкладываем мясо равномерно на сковородку, куда мы добавили подсолнечное масло. Мяса у нас получилось много, видите, да. Плитка у нас уже включена, сейчас идем к плите. А, друзья, очень важный момент, смотрите обязательно до конца, потому что будет соус, да, фирменный, классный, очень вкусный соус. Мы как, я как и открыл, да, но это действительно открытие для меня, я постоянно его сейчас делаю, почти практически со всеми блюдами ем, покажу позже. Идем к плите. Друзья, жарим курицу на самом высоком огне, посмотрите, сколько курица выделила сока, да. Все это перемешалось с маринадом, просто удивительный аромат стоит, очень вкусный. Мы же делаем курицу с подрывом, поэтому жидкости нам здесь в данном случае даже добавлять не придется много, если только чуть-чуть. Минут 20 где-то все это сейчас в данный момент тушится, у нас ничего не пригорело. Накрываем крышкой курицу и убавляем огонь на самый медленный. И у нас тушится на самом медленном огне еще где-то минут 20 все это. Друзья, и так у нас осталось где-то минут 9, курочка пока доготавливается. Сделаем соус, о котором я говорил, очень классный, вкусный. Сейчас просто следите, записывайте все ингредиенты, потому что этот соус, вы нигде не найдете рецепт этого соуса. Берем кинзу, вообще в принципе любая зелень подойдет, но лучше всего именно кинзу класть. Много ее не нужно. Нарезали немножко кинзы, так же как я, вы видите, сколько здесь примерно я нарезал. Добавляем это в стакан. Затем берем любой кетчуп шашлычный, именно шашлычный кетчуп. Производитель можете брать на свой вкус. Я не буду сейчас рекламу кому-то делать. Любой шашлычный кетчуп подойдет. Половина где-то стакана шашлычного кетчупа. Затем перца по вкусу. Лучше брать перец горошком. Не пакетированный перец, а перец горошком. Добавили по вкусу перец. Затем уксус. Он должен быть 9% можно яблочный. У нас бальзамический уксус подходит. В принципе не имеет значения большого. И тот, и тот будет хорошо. Столовая ложка где-то. Ну может быть чуть больше уксуса подойдет. Затем берем вот такой вот инструмент. Если у вас нет, можно на терке чесночок натереть. Где-то зубчика 3. Вот таких вот крупных. Будет само то, будет нормально. Не обязательно его выковыривать весь полностью. То, что выдавили, выдавилось. Ну этого будет достаточно. Кожу там доставать из-под чеснока не обязательно. Чесночную эту. Самое главное, впереди будет фишка сейчас. Самое главное это соль и сахар. И причем соли должно быть ровно в 2 раза где-то меньше, чем сахара. То есть половина чайной ложечки соли. Сахар я возьму, наверное, вот этой столовой. Должна быть, должно получиться чайная ложка полная сахара. Ну половина столовой ложки. Все это тщательно размешиваем, чтобы все ингредиенты хорошо между собой перемешались. Обязательно сделайте по этому рецепту. Убедитесь, насколько вкусный получается соус. Аромат превосходный. И в принципе он подойдет к любому гарниру. Сейчас мы приготовили гречку, да, я об этом уже говорил. Мясо доготавливается. Будет самый ответственный момент дегустации. Будем пробовать, что у нас получилось. Да, пока мясо доготавливается, соус минут 10-15 как раз это время настоится. И выделит аромат. То есть там все ингредиенты хорошо между собой перемешаются. Помните, да, я сыпал соль и сахар. Поэтому здесь надо хорошо самому размешать и дать настояться соусу. Это очень важно. Друзья, у нас все готово. Настал момент дегустации. Сейчас я вкратце расскажу, как варить гречку. Потому что многие смотрят, не знают, как элементарно, да, как сварить гречку. На стакан гречки нужно 2 стакана воды и варить 25 минут. Все очень просто перед этим перебрать и промыть под проточной водой. Сейчас накладываем гречку. Теперь посмотрим подлив, что у нас получилось. Сразу крышку открываешь, чувствуется, что очень хороший аромат идет. Очень вкусный. Выкладываем мясо сначала. Можно отдельно, можно в принципе сверху на гречку. Но я люблю, когда мы сверху льем подлив. Наливаем подлив. Так, и мясо выкладываем. Достаточно будет для пробы. Действительно, очень вкусный аромат. Таким вот простым способом, да, вы можете встретить свою супругу, либо родителям приготовить, порадовать. Очень быстро и вкусно. Сытно. Соус незаменимый. Вот в данном случае вот этот именно соус. Приготовьте, убедитесь сами. Все еще горяченькое. Оно очень вкусное. Напомню, что гардер может быть любой. Это может быть лапша, картошка, толщеная, что угодно. Не имеет значения. Да, соусом можно полить гардерщик слегка. Это тоже вы не испортите, да, блюдо. С вами был Олег Лейман на канале «Найди свой рецепт». Готовьте с нами. Друзья, как искать наши рецепты? Вбивайте любое название рецепта и пишите «Найди свой рецепт». Добавляйте в поисковике, либо в ютубе. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok